Продолжение следует... Отец Небесный, мы благодарны за этот вечер, Господь, что Ты до сего дня поддерживал нас, и мы здесь, и мы пришли в смирение в Твое присутствие, Господь, мы желаем, Господь, слышит Твой голос. Я славлю Тебя за Голговский крест и прошу, чтобы с этого места звучали не слова человеческие, а слова Божьи. Я молю, Господь, чтобы Ты возрастал, а я умолялся. Очисти не только меня, но и омой каждого присутствующего здесь от наших грехов, чтобы мы в Твоем присутствии, Святого Бога, осознавали, что Ты не требуешь от нас ничего меньшего. И мы склонились в смирении и просим о Твоих благословениях, чтобы Ты их излил на каждого присутствующего здесь. Некоторые пришли с тяжестью, кто-то пришел искать лица Твоего, Твоего благословения, но мы все находимся у подножия креста. Мы просим смирения, чтобы Ты преклонил к нам ухо свое. Мы благодарны Тебе за жизнь, что Ты благословил нас увидеть этот день. О, дорогой Отец, мы просим, чтобы Духом Святым Ты коснулся наших сердец и направлял нас на всякую истину. Мы благодарны за то, что Ты сделала для нас и обещаешь сделать в Своем слове. Мы претендуем на Твои одежды, дорогой Господь, верой. Мы благодарны за то, что Ты будешь делать наша молитва во имя Иисуса Христа. Аминь. Откроем со мной Бытие, 12 главу. Начнем с первого стиха. И сказал Господь Аврааму. Пойди из земли Твоей, от родства Твоего и из дома Отца Твоего, в землю, которую я укажу Тебе. И я произведу от Тебя великий народ, и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении. Я благословлю благословляющих Тебя. Остановимся здесь. Это очень интересное предложение. Здесь есть благословение для тех, кто добр к Детям Божьим. Даже если этот человек атеист. Давайте посмотрим Бытие, 39 глава, 5 текст. Я покажу вам, что я имею в виду под этим предложением. Стих 5. Иосиф в доме Патифара. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. Чей дом благословил Господь? Дом египтянина. Ради кого? Ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. Господь благословил язычника Патифара и дала поклонника. По одной причине. Патифар был добр с Иосифом. Еще один пример. 6 глава Иисуса Навина. Что там произошло с Рааф из Иерихона? Рааф здесь названа блудницей. И что она сделала? Она скрыла посланных, которые Иисус Навин отправил осмотреть. Иерихон. И что Библия говорит в 24 тексте? Что была спасена Рааф и дом отца ее, и всех, которые у нее были. По какой причине? Потому что она отнеслась с добротой к посланным от Иисуса Навина. Те, кто добр к Божьим детям, имеют благословение. Вернемся к истории с Патифаром. Я не сказал, что Патифар был оправдан. И тем не менее, Бог благословил его. Аминь. Вернемся к Бытие 12 главе, 3 стиху. Я благословлю благословляющих тебя. И злословящих тебя прокляну. У Бога две опции. Благословение или проклятие. Он либо спасает, либо губит. Он оправдывает и осуждает. У Бога только два варианта. Я смотрел на жизнь Авраама. Здесь звучит к Аврааму призыв. Вернемся к третьему стиху. И закончим читать его. Я благословлю благословляющих тебя. И злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные. И что Авраам сделал? 4 стих. И пошел Авраам, как сказал ему Господь. Авраам пошел верой, быв послушен голосу Божьему. Здесь в Бытие 12 главе призыв к Аврааму. Господь вызывал Авраама, чтобы через Авраама он мог достичь мира. И что он это говорит нам, как Божьему народу? Господь призывает нас, адвентистов седьмого дня, чтобы через нас Бог мог достичь мира. Так ведь? Мы Божий народ, как мы себя называем. Как Господь призвал Авраама, Господь призывает и нас. Свидетельство для церкви 5 том, 455 страница. Здесь сказано, что Бог призывает свой народ, свою церковь, как Он призывал и древний Израиль быть светом земли. Господь призывает свой народ в такое время, как это. И как Авраам вышел из своей страны, стихи 1, из дома отца, от своих родных. Бог этим показывает, что Ему придется вызвать нас от определенных членов семьи, от некоторых родственников, друзей, отсечь с ними всякие связи. Здесь в первом стихе сказано, что из дома отца. Что есть дом? Церковь. 1 Тимофея, 3 глава, 15 текст. Чтобы, если замедлил, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Бог будет вызывать нас из определенных церквей. И заметьте, что в главе 12 мы видим призыв Авраама. Однако до того, как Бог призвал Авраама, разве Авраам не готовился? Разве Бог не видел в Аврааме чего-то, прежде чем его призвать? Бог проводил проверочные испытания, чтобы увидеть, есть ли в Аврааме то, что он может использовать. И мы знаем, что Бог также заключил завет с Авраамом в стихе 2 и 3. Бог испытывал Авраама до того, как он призвал его в Бытие 12 главе. В какой семье жил Авраам? Бог вызвал его из своего дома. Значит, в Аврааме было что-то особенное, что Бог призвал его. Давайте посмотрим, как Авраам жил. В Патриархии и Пророке, 125 страница. Авраам вырос в атмосфере религиозных суеверий и язычества. Даже семья его отца, благодаря которой сохранилось познание о Боге, что она делала, поддалась обольстительному влиянию окружения и служила другим богам вместо Иеговы. И это была семья его отца. Это была церковь Авраама. Это были друзья Авраама. И Господь говорит нам, что Он будет вызывать некоторых из нас из их среды. Авраам жил среди членов семьи, которые не верили духу пророчества. Сестра Уайт может обогатить, но не определять мою веру и практическую жизнь. Авраам жил среди членов семьи, которые отвергали весть о святилище, центральный столб нашего основания. Авраам жил среди тех, кто заявлял, что нельзя одержать победу над грехом, что это невозможно. На этой неделе я читал на одной страничке в Фейсбуке о том, что десять заповедей – это истинное, но ограниченное выражение Бога. Когда Бог дал свой закон, Он дал ограниченное выражение о себе. И это пишет, называющий себя адвентистом. Авраам жил среди членов семьи, которые сочувствовали образу жизни ЛГБТ. Жил среди членов семьи, церкви, которые оскорбляли его за настоящую истину. И что Господь сделал в Бытие 12 главе 1 тексте? Он вызвал его оттуда. И так как Авраам был верен голосу Божьему, мы должны быть верными, когда Бог призывает нас, потому что много званых, но мало избранных. И когда мы верны в малом, в том, что нам дал Бог, мы будем верны в большом. Мы находим эти принципы в Матвея 25 главе, 21 и 23 текстах. Верны в малом, чтобы Бог мог доверить нам большее. И глядя на жизнь патриарха Авраама, видя его верность, мы можем применить это к нашей жизни. Евреям 11 глава 8 текст. Когда мы видим жизнь Авраама, верую Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие. Что он сделал? Повиновение всегда было условием, на котором Бог призывал своих детей. И пошел, не зная, куда идет. Этот человек шел верой. Я не знаю, куда иду, но я иду. Господь, я слышу, я вижу, что ты делаешь. И я иду верой. Я буду послушен тому, что ты сказал. И это первое испытание, с которым Авраам столкнулся, которое записано в Библии. Призыв. И мы видим, что Авраам слышал этот призыв. Давайте посмотрим на еще одно испытание в жизни Авраама. Мы с вами в той же главе посмотрим на 10 текст. На еще одно испытание веры в жизни Авраама. Я бы назвал его «Сокрытие правды». Нам знаком этот отрывок. Бытие 12 глава с 10 по 20 тексты. Это история о том, как Авраам путешествовал по египетской земле. Он пришел в Египет. И с чем он столкнулся? Давайте прочитаем об этом. 10 текст. «И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал саре, жене своей, «Вот, я знаю, что ты женщина прекрасная видом. И когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя. Скажи же, что ты мне сестра. Что здесь делает Авраам? Он лжет. Разве Авраам не откликнулся верой на призыв Божий и пошел? Разве он не послушался голоса Божьего? А что мы здесь видим? Он говорит вопиющую ложь. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя, и было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая. Увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону, и взята была она в дом фараонов. Она была взята в жены фараону. И Аврааму хорошо было ради нее, и был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. И 17 текст. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову. Остановимся здесь. Разве Авраам прошел проверку? Он с треском провалился. Бог призвал меня, и я пошел верой. Однако, когда я встретился с египтянами, я лгу. Сара, скажи им, что ты мне сестра, чтобы они не убили меня. Многие из нас поступают так же. Бог призывает нас. Мы видим действия Бога в нашей жизни, но делаем шаг назад в непредвиденных обстоятельствах, компрометируя истину, чтобы спасти свою гордость. Его желанием было, чтобы его жена попала в щекотливое положение, чтобы спасти свою жизнь. Мы видим здесь трусость. Но разве он не был священником своего дома? Он был священником своего дома, однако же в непредвиденных обстоятельствах он говорит ложь. А ведь совсем недавно Бог призвал его. Но что мне понравилось в этой истории, так это то, что Бог проявил свою милость и прощение к Аврааму, несмотря на то, что он не прошел проверку. Это показывает нам его долготерпение и верность, потому что он по-прежнему защищает Авраама и Сару. В стихе 17, который мы только что прочитали, сказано, «Господь поразил великими бедствиями фараона и его дом за Сару, жену Авраамову». Бедствия – это множественное число. Сара – единственное. Ибо Бог проявляет гнев на всю страну. Почему я так говорю? Если вы можете избежать проблемы с кем-то из народа Божьего, что я сказал? Я не сказал, не связывайтесь с членом церкви. Я сказал, не связывайтесь с кем-то из народа Божьего, потому что за ним стоит Бог. Хотя Бог – Бог любви, но он навел потоп, несмотря на то, что он Бог любви. Он уничтожил Содом и Гоморру огнем, хотя он Бог любви. Он повелел Самуилу, 1 царств, 15 глава, 3 текст, «Порази Амалика и полностью уничтожь все, что они имеют, и не щади их». Даже хотя он Бог любви, Господь посылает бедствия на тех, кто связывается с Божьими детьми. Но здесь есть условия – послушание. И в этой истории мы видим Божье долготерпение и милость, несмотря на отсутствие у Авраама веры. Если вы не верите моим словам, Дух пророчества говорит то же самое. Патриархии и пророки, 130 страница. Во время своего пребывания в Египте Авраам показал, что и он не свободен от человеческих слабостей и недостатков. Выдавая свою жену за сестру, он проявил недоверие к божественному попечению, обнаружил отсутствие той возвышенной веры и смелости, которые так часто служили ему благородным примером. Сара была очень хороша собой, и Авраам опасался, что смуглые египтяне, очарованные прелестной чужестранкой, прибегут к любым средствам, даже к убийству мужа, чтобы овладеть ею. Он считал по-своему, полагаясь на себя. Он считал, что не будет большого греха, если он выдаст Сару за свою сестру. Он считал, что нет ничего страшного выдать Сару за свою сестру. Ибо она и на самом деле была дочерью его отца, хотя не его матери. Но эта уловка была ложью. Никакое отклонение от неукоснительной честности не может встретить одобрение Божьего. Из-за неверия Авраама Сара подвергалась великой опасности. Из-за своего неверия Авраам подвергал опасности свою семью. Мы видим, что Бог призвал Авраама, хотя у него был несовершенный характер. И Господь призывает нас в нашем несовершенстве, так как нет ни одного из нас совершенного. Но Он призывает нас, потому что в нас есть то, что может содействовать Его славе. У Авраама был несовершенный характер. И Бог знал, что через проверки и испытания Он сможет сделать несовершенный характер Авраама совершенным. Рассматривая жизнь Авраама, мы увидим его все падения и взлеты, и как вера Его стала совершенной. И в Аврааме мы должны видеть себя самих, потому что много раз мы попадаем в те же затруднительные положения. И Господь видит в нас нечто, что может использовать, чтобы прославить Его имя. Наша неверность не может ограничить Божью верность. Даже если у нас нет веры, Бог по-прежнему рядом, милостивый и долготерпеливый, ожидая нас. Он дает нам свидетельство раз за разом, что Он нас не покинет и не оставит. Мы воистину можем достичь совершенства характера, которого Бог хочет, чтобы мы достигли. Мы можем. Что нам говорит Матвея 5 глава, 48 текст? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец Ваш Небесный. Господь вооружит нас, чтобы мы могли достичь этого стандарта. Будьте совершенны. Господь повелевает нам быть совершенными. Он ожидает от нас победы над каждым грехом. В жизни Авраама Бог показывает нам, что Он не требует ничего меньшего, как только строгое, неуклонное послушание Его заповедям. Откроем со мной Бытие 16 главу. Давайте посмотрим на еще одно событие в жизни Авраама, на еще его одно испытание. И прежде чем мы прочитаем Бытие 16 главу, в Бытие 15 главе мы видим, как Бог заключает свой завет с Авраамом. Много раз, читая историю Авраама, прежде чем его испытать, Бог поддерживает его и вновь повторяет свое обетование. Однако мы находим Авраама в непрошедшем испытании. Прочитаем со мной Бытие 15 главу, 18 текст. Здесь Господь повторяет свои обетования Аврааму, как он это сделал в Бытие 12 главе. Если мы посмотрим в Бытие 16 главу, что мы там видим? Какая здесь история? С Агарию, так? Так, Господь до истории с Агарию семь раз повторяет свое обетование Аврааму. Вернемся к Бытие 12 главе. Давайте посчитаем его обетование, которое Бог дал Аврааму. Седьмой текст. «И явился Господь Аврааму и сказал, «Потомству твоему отдам я землю сию». Здесь Бог обещает Аврааму, что через твое семя я благословлю, я дам землю. Это номер один. Бытие 13 глава, 15 текст. «Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки». Это номер два. «И вновь Бог обещает Аврааму», 16 текст. «И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет». Бог дает Аврааму маленький бонус. «Я не только благословлю твое семя, но я дам тебе пример, насколько я собираюсь благословить». Это номер три. Бытие 15 глава, 4 текст. «И было слово Господа к нему и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником». Четвертый раз снова Бог повторяет свое благословение. «Я не только благословлю твое семя, но буду делать это через чресла твои, Авраам, а не через чресла кого-либо другого, не через лота, а через твои». Бытие 15 глава, 5 текст. «И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему, «Столько будет у тебя потомков». Бог дает ему другой пример. Это пятый раз. Тринадцатый текст. «И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле, а не своей». Бог опять повторяет свое слово. «Твое семя, а не семя твоих родных, но твое семя Авраам». Шестой раз. И Бытие 15 глава, 18 текст. «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата». Мы видим семь раз Бог напоминает ему, «Я благословлю тебя». А в Бытие 16 главе что мы видим? «Брак с Агарио». Бог дал полноту своих обетований. Семь – это символ полноты. Давайте посмотрим, что произошло после того, как Бог заключил с Авраамом завет снова. Первый текст. «Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему». Это важно заметить. Сара была бесплодной. У нее была служанка-египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму, «Вот, Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Господь не дал мне ребенка. Я помогу Богу. Поскольку Бог так надолго задерживает мое благословение, я Ему помогу». Что говорит Сара? «Войди же к служанке моей. Может быть, я буду иметь детей от нее. Разве от нее Бог обещал наследника? Нет. Бог об этом не говорил Аврааму. Сара стала действовать по-своему из-за нетерпения и эмоций, пытаясь благословить то, что только Бог мог благословить». Прочитайте со мной Патриархии и Пророки, 145-я страница. «Не задавая вопросов, Авраам поверил обетованию относительно сына. Но? Но что он сделал? Не подождал Бога. Но он не подождал, пока Господь исполнит свое слово в определенное им время и своим способом. Исполнение обетования было задержано. Поэтому Сара была нетерпеливой из-за задержки. И мы хотим, чтобы нас Бог благословил таким образом и в такое время, в которое мы хотим. И мы помогаем Ему. Но нужна ли Богу наша помощь? Исполнение обетования было задержано, чтобы испытать веру Авраама в силу Божью. Он не выдержал испытания. Это вера отца, вера Авраама, патриарха. Сара, находясь в преклонном возрасте, думала, что ей невозможно иметь детей. И для того, чтобы божественный план исполнился, Сара пыталась благословить то, что только Бог мог благословить. Она предложила Аврааму взять в качестве второй жены ее служанку. Сара поставила себя на место, где только должен был быть Бог. Сколько лет было Саре? В Бытие 17 главе, 17 тексте сказано, сколько тогда было лет Саре. И пал Авраам на лицо свое, рассмеялся и сказал сам себе, неужели от столетнего будет сын, и Сара, 90-летняя, неужели родит? Какая разница у них была в возрасте? 10 лет. Авраам был на 10 лет старше Сары. В Бытие 16 главе, 16 тексте сказано, Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила. Аврааму было 86, а Саре, значит, 76. Прошел ли у Сары детородный возраст? Да. Она смотрела на себя и думала, «Я уже старая, а Бог задерживается». Время и стекло. «Иди, Кагаре». Она посмотрела на тех, кто ее окружал. У сотни женщин были дети. И она смотрела на все это. «Господь, где мое благословение? Все эти семьи имеют детей, но для той, которую Ты обещал благословить, обетование еще не исполнилось. Господь, где мое благословение? Ты обещал нам». Из-за отсутствия веры и терпения она пыталась благословить то, что только Бог мог сделать. Сколько из нас, подобны Саре, мы молимся, читаем обетование и говорим, «Ну, это не для меня. Это не может быть для меня. Это для кого-то другого». Мы видим благословение других, однако мы не ожидаем, что Бог будет ради нас действовать. «Господь, время бежит. Воскресный закон приближается, а у меня еще нет детей. Воскресный закон приближается, а у меня нет еще семьи. Время бежит, Господь. Я старею, но я не вижу моего благословения». Но что нам говорит Иакова 1 глава, 4 текст? Терпение же должно иметь совершенное действие. И этому уроку Бог пытался научить Авраама. И в этом же контексте Сара сравнивала себя с другими, глядя на благословение других, вместо того, чтобы смотреть на свое, концентрируя внимание на себе и своей семье, но не в смысле гордости, но ожидая Бога терпеливо. 2 Коринфянам 10 глава 12 текст говорит о сравнении себя с другими. «Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя сами собою и сравнивают себя с собою неразумно». Мы видим, что Сара сделала немудрый выбор. Бытие 16 глава 2 текст. «Может быть, я буду иметь детей от нее?» И что Авраам сделал? И сказано, «Авраам послушался слов Сары». Авраам послушался голоса своей жены. Он пожалел свою жену. «И я не осуждаю его, ибо я также женатый человек, и когда у вашей жены нужда, и она взволнована, это естественно. Вы хотите восполнить эту нужду, так ведь?» Это естественно. Бог вложил это в нас. Но проблема была в том, что Авраам послушался голоса, который был не голосом Божьим. «Я не говорю вам, чтобы вы не слушали своих жен. Здесь так не сказано. Но Сара хотела, чтобы Авраам сделал то, что противоречит тому, что Бог обещал. Это опасно. Эти слова очень знакомы. Помните историю в Библии, когда кто-то послушался голоса своей жены? Адам и Ева. Бытие 3 глава, 17 текст. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей. Ева согрешила, и затем Адам. И обратимся вновь к Бытие 16 главе. Сара согрешила. Так же и Авраам согрешил. Они оба отступили от того, что говорит Слово Божье. Как я уже говорил, женщины, они более эмоциональны. Они подвержены чувствам. Но когда мы подходим к Слову Божьему, здесь не должно быть компромисса. Никакого компромисса, даже со своей супругой. Когда мы подходим к тому, так говорит Господь, я не должен слушать никакой другой голос, кроме Слова Божьего. Сегодня Богу нужны мужья с твердым характером, принципиальные, не идущие на компромисс, даже когда наши жены становятся взволнованными, и наоборот. Но я говорю сейчас прежде всего к мужьям. Что Бог говорит нам? Какие Богу нужны мужи, когда мы смотрим на жизнь Авраама? Воспитание, 57 страница. Самый большой недостаток в современном мире – это недостаток людей, которых нельзя ни купить, ни продать. Людей честных и искренних, которые не боятся называть грех его именем. Людей, чья совесть верна долгу настолько, насколько стрелка компаса по лесу, которые будут стоять за справедливость, даже если небеса упадут. И что Авраам? Он пал. Пали также и Адам, и Ева, потому что они не послушались голоса Божьего. Если вы посмотрите на последствия их обоих, грех был катастрофическим в обоих случаях. Потому что если вы посмотрите на историю Адама, какое было последствие греха? Грех охватил весь мир. Если вы посмотрите на историю о Аврааме, какое было последствие его и ее решения? Целый народ был против Божьего народа. Мы находим это в стихах 11 и 12. Измаил, так? Разве это было Божье намерение? Нет. Это не был Божий план. Но Бог по-прежнему милостив, потому что у Бога по-прежнему был план. Откроем со мной Бытие 20 главу. Мы смотрим на жизнь Авраама, на его испытания веры. Нам нужна совершенно другая вера в эти последние дни. Начнем с первого текста. Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром и был на время в Гераре. Я бы назвал это испытание повторным. И мы посмотрим почему. Второй текст. И сказал Авраам о Саре жене своей. Что он сказал? Она сестра моя. Разве это не то же самое испытание, которое он проходил в Бытие 12 главе с фараоном? Почему опять то же испытание? Он не прошел его первый раз. Что Бог делает? Он приводит его к той же проверке еще раз. Еще раз. И что Господь говорит нам через это? Когда мы не проходим испытания, Бог по своему провидению допускает, чтобы это испытание вновь повторилось, чтобы мы его силой прошли его. Но что Авраам делает? Он вновь не проходит его. Хотя он и отец верующих. Почему он вновь терпит неудачу на том же самом месте? Это показывает, что он не усвоил урок. Он говорит, она моя сестра. И послал Авимилех царь Герарский и взял Сару. То же самое, что произошло в Бытие 12 главе с Сарой. Повторилось в ее жизни еще раз. И Бог вновь будет допускать это же испытание, чтобы мы могли его пройти силой Божьей. Посмотрим Бытие 20 главу 9 текст. Давайте еще раз прочитаем из этой истории. «И призвал Авимилех Авраама и сказал ему, «Что ты с нами сделал? Чем согрешил я против тебя, что ты навел было на меня и на царство мое великий грех? Ты сделал со мной дела, каких не делают. Мы знаем, что Бог явился ему во сне. И сказал, «Если ты не возвратишь эту женщину, то непременно умрешь ты и все твои». Бог явился ему во сне и сказал, «Если ты не отпустишь эту женщину, то я разберусь с тобой». Бог по-прежнему долго терпелив и милостив к Аврааму, хотя он опять не прошел это испытание. «Что ты с нами сделал? Чем согрешил я против тебя, что ты навел было на меня и на царство мое великий грех? Не только на его домашних, но и на все царство. Ты сделал со мной дела, каких не делают. Ты поступил со мной так, как не должен был делать. Твой Бог пришел ко мне во сне. Я боюсь твоего Бога. Почему ты лжешь мне?» Стих 10-11 «И сказал Аврааму, что ты имел в виду, когда делал это?» Авраам сказал, «Я подумал, что нет на месте всем страха Божья и убьют меня за жену мою». И Авраам сказал, «Я подумал». Он вновь проявил самонадеянность и одновременно не доверял Богу, что он сможет защитить его. «Я подумал, что нет на месте всем страха Божья и убьют меня за жену мою». Те же самые слова, что и в Бытие 12 главе. Я вам показываю, что это то же самое испытание. Со всех сторон, чтобы вы увидели мою славу, чтобы вы могли опомниться. А Авраам вновь пал. Он пошел на это испытание со своей силой. Он не просил указания от Бога. Вот почему опасно выходить из дому без времени, проведенного с Богом. Мы находимся в том же испытании, однако мы не знаем, как его пройти. И Бог по своему проведению позволяет этому же самому испытанию постигнуть нас вновь, испытывая нашу веру, как это было с Авраамом, потому что Бог видит в нас нечто, что Он может использовать. И мы видим, что Бог не отверг Авраама. Он проявил к своему слуге сострадание. Сострадание. Почему Бог проводит нас через страдания снова и снова? Почему мы видим Его милость? Почему Бог делает? Почему Он допускает это? Патриархия и пророки, 129 страница. Бог всегда проводит Свой народ через горнила страданий, ибо только в раскаленной печи очистится от всяких примесей подлинное золото христианского характера. Иисус наблюдает за испытанием. Он знает, что нужно для очищения благородного металла. Почему мы жалуемся? Иисус знает, что Он делает, чтобы в Нем отразилось сияние Его любви. Такой опыт Он хочет дать нам. Я хочу, чтобы люди имели Мой характер, и Он делает это, проводя их через страдания, чтобы в Нем отразилось сияние Его любви. Трудными испытаниями Бог дисциплинирует Своих рабов. Он видит, что некоторые люди обладают способностями трудиться на Неве Господней, и Он посылает им определенные испытания. В Своем провидении Он ставит их в такие условия, когда проверяется их характер и обнаруживаются недостатки и слабости, о которых они и не подозревали. В нас есть то, о существовании которого мы даже не подозреваем. Но Бог видит. И единственный способ нам это показать, это пройти через какие-то определенные испытания. И когда в нашей жизни бушует буря, мы не знаем ее причины. Вот почему? Чтобы выявить недостатки и слабости, о которых они и не подозревали. В отличие от Авраама, мы должны действовать тогда, когда Бог говорит действовать. Бог предоставляет возможность исправить эти недостатки. И это была еще одна возможность для Авраама. Бог не говорит, что Он дал им только одну возможность, но возможности исправить их недостатки и таким путем приготовиться для служения Ему. указывая людям на их слабость. «Господь, я осознаю свою нужду. Он учит их полагаться на Него. Я вижу мою нужду, Господь. Я не знаю, могу ли я это сделать своей силой». Указывая людям на их слабость, Он учит их полагаться на Него, ибо только Он способен служить опорой и защитой. Так Он достигает своей цели. Люди выходят из горнила испытаний другими, наученными, воспитанными, дисциплинированными и готовыми выполнять грандиозные планы, для чего и были даны им эти способности. Когда Бог призывает их действовать, они готовы. Небесные ангелы могут сотрудничать с ними в делах, которые должны быть совершены на земле. Вот почему Бог позволяет прийти испытания. Он видит в нас то, что Он может использовать, чтобы завершить Его работу. Он ищет тех, у кого отзывчивое сердце. И когда Авраам, проходя это испытание, потерпел неудачу вновь, Бог по-прежнему был милостив к нему. К чему Авраам готовился, проходя через эти испытания? Потому что в его жизни приближался завершающий кризис – испытание с Исааком. Что Бог нам лично показывает? Мы проходим испытания не только для того, чтобы развить совершенный характер, но чтобы приготовить нас к последнему кризису. Что это за кризис? Национальный воскресный закон. Кризис начертания зверя. Бытие, 22 глава, начнем с 1 стиха. «И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. Слово «искушал» не значит «искушал», как это делает сатана. Оно значит «испытывал», «проверял». Запишите тексты. Исход, 16 глава, 4 текст. Бог проверял Авраама. Исход, 20 глава, 20 текст. Второзаконие, 8 глава, 2 текст. Иоанна, 6 глава, 6 текст. 2 текст. Бог сказал, «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь». Сколько Авраам ждал осуществления этого благословения. Однако Бог говорит, «Возьми сына твоего, единственного, которого ты любишь, Исака, и пойди в землю Мариа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Остановимся здесь. Мы видим здесь, Бог показывает Аврааму. Так же, как я призывал тебя к первому испытанию, я так же призываю тебя и к последнему испытанию верой. Здесь сказано, «Принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Я сейчас не говорю тебе, где. То есть Авраам должен был двигаться верой в этом последнем испытании. И верный Божий народ, когда придет последний кризис, будет стоять один. И чья вера нам нужна будет в это время? Вера Христа, не наша собственная, но вера Иисуса. Знамение времени, 12 марта 1912 год. Бог позволил обстоятельствам испытывать. Что есть искушение? Это средства, которым испытываются и проверяются те, кто называют себя детьми Божьими. Мы читаем, что Бог искушал Авраама, что Он искушал народ израильский. Что это значит? Это значит, что Он позволил прийти обстоятельствам, чтобы испытать их веру и подвести их к тому, чтобы они обращались к Нему за помощью. Бог допускает своему народу искушение сегодня, чтобы они могли осознать, что Он их помощник. Если они приближаются к Нему в искушении, Он даст им силу встретить искушение. Если они уступают врагу, пренебрегая возможностью сблизиться с всемогущим помощником, они становятся побежденными. Здесь звучит контраст. Если пренебрегают. Как мы можем сблизиться с Иисусом? Если мы чем-нибудь пренебрегаем. Если мы пренебрегаем молитвой, исследованием Писания, пренебрегаем Его обетованиями, личным временем, посвященным Богу. Бог не желает от нас нашего свободного времени. Он желает нашего дорогого времени. Они отделяют себя от Бога. Они не свидетельствуют, что идут путем Божьим. Когда мы всем этим пренебрегаем, мы показываем Богу, что не ходим с Ним, что не ходим по Его пути. А где Божий путь? Во святилище. Мы не имеем опыта святилища, быть оправданными и освященными ежедневно, пренебрегая молитвой и чтением Слова Божьего, изучением Слова Божьего, проведением качественного времени со Спасителем. Вот чего Он желает. Он желает нашего времени. Господь позволяет определенным вещам происходить в нашей жизни, чтобы развить в нас совершенный характер, чтобы мы могли достичь самого высокого стандарта, которому Он нас призывает, к высочайшему стандарту богоподобия. И мы видим это не в примере жизни Авраама, а в примере жизни Христа. Мы видим это в жизни Христа. Что нам говорит Откровение 3 глава 18 текст? Что мы должны купить? Золото огнем очищенное. Веру. Что есть огонь? Страдания. Чтобы мы обогатились. Ибо мы не хотим быть теплыми ладикийцами, которые думают, что богаты и разбогатели. Мы должны видеть нашу нужду ежедневно. Какому высочайшему стандарту Бог призывает каждого из нас? Воспитание 18 страница. Что это за стандарт? Выше самых высоких человеческих устремлений Божий идеал для его детей. Благочестие, богоподобие – вот цель, которую следует достичь. Это божий стандарт. Выше, чем мы можем себе помыслить. Когда мы думаем, что мы дошли до еще одной вершины, то у нас по-прежнему есть куда двигаться. Все выше и выше, подобно лестнице Иакова, поскольку у Бога высочайший стандарт для своего народа. Что есть Божий стандарт? Его 10 заповедей. Когда мы попадаем в ситуацию, как я упоминала об одном человеке ранее, который сказал, что 10 заповедей – это ограниченное выражение Бога. Ходим ли мы с Богом по этому стандарту? Потому что 10 заповедей – есть полное выражение Бога. Он назван Богом любви. Все, что в Боге и от Бога видно в 10 заповедях. И куда Господь вкладывает закон? Евреям 8 глава. В сердце. Прямо туда, где зародился грех. Это благодать. Вернемся к Бытие 22 главе и прочитаем снова 2 текст. Бог сказал, «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мариа и там принеси его во все сожжения на одной из гор, о которой я скажу тебе. Давай, Авраам, двигайся верой, как ты это делал раньше. Это твой последний тест, последний шанс все исправить». Третий текст. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. И на третий день он двигался верой. Четвертый текст. Четвертый текст. «На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. Первые два дня он шел верой и опять верой. Он поступал правильно. Я помню, Господь, те знаки помощи. Я их помню. Это последнее испытание, но по Божьей благодати я должен его пройти. Я должен его пройти. Я должен его пройти». Давайте продолжим читать. Пятый, шестой, седьмой тексты. «И сказал Авраам отроком своим, останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам. И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить, Аврааму, отцу своему, и сказал, «Отец мой». Он отвечал, «Вот я, сын мой». Он сказал, «Вот огонь и дрова, где же Агнец для всесожжения?» Исаак смущен. «Отец, где Агнец для всесожжения?» Восьмой текст. Авраам сказал, «Бог усмотрит себе Агнеца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. Авраам не задавал Богу вопросов. Он не спрашивал мнения своей жены. Он слушал голос Божий. Но разве здесь не было сатаны со своими искушениями? Что сатана говорит? Патриархии пророки, откроем 148 страница. Сатана нашептывал ему, что он должно быть ошибается, ибо Божественный закон повелевает «Не убей». Сатана находился рядом, чтобы обескуражить Авраама. И Бог не может потребовать от него того, что некогда сам запретил делать. Когда мы стараемся делать то, что Бог сказал, приходит сатана, чтобы обескуражить нас. «Ты не можешь одержать победу. Ты будешь бороться со грехом до пришествия Христа. Это обетование, которое ты только что прочитал, не для тебя. Ты не сможешь устоять». Но что мы должны сказать сатане, как в Матвее 4 главе? «Отойди от меня, сатана». Мне нравится следующая цитата Патриархии Пророкий, 151 страница. «Даже теперь он не роптал на Бога, но укреплял душу свою, полагаясь на доказательство Господней милости и верности». Он вспомнил свой тест, который не прошел, и сказал, «Господь, Ты являл мне Твое долготерпение и милость, и я пройду весь путь с Тобой. Этот сын был так неожиданно дан ему благословение, которого он так долго ждал. И разве тот, кто одарил его столь ценным даром, не имел права взять назад то, что принадлежит ему? Бог дал, и разве он не мог взять назад? Мог». Затем голос веры напомнил ему обетование. Это был решающий момент. «В Исааке наречется тебе семя. Семя многочисленное, как песок на берегу моря. Исаак был дитя чуда. И не могла ли сила, давшая ему жизнь, восстановить ее? Авраам верил, если по Божьему провидению Бог позволит Исааку умереть, то он его воскресит. Устремляя взор веры за пределы видимого, Авраам ухватился за божественное слово, считая, что Бог силен из мертвых воскресить. Это вера, которая устремляет взор выше обстоятельств, выше ситуации, проблем, выше желания увидеть решение проблемы. Авраам не роптал. Авраам не роптал. И это главное. Ибо ропот и жалобы не побуждают Бога к действию. Кто-то может ожидать, когда же придет выход. Господь, где же мое благословение? Я не хочу роптать. Я не хочу жаловаться. Но где мое благословение, Господь? У меня есть хорошие вести. 1 Иоанна 5, 14-15. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Кому-то здесь, может быть, нужно избавление и победа в духовной борьбе. Господь, я прохожу через это сейчас и не вижу выхода. Я не вижу выхода из тьмы, Господь. Темные тучи окутали меня. Я не могу это сделать своей силой. Кто-то нуждается в победе, в духовном сражении. Во 2 Коринфянам, 10 глава, 4 текст сказано, Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы. Исход, 14 глава, 13 текст. Но Моисей сказал народу, Не бойтесь, стойте, и увидите спасение Господня, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Кто-то ожидает прорыва финансового. Господь, я потерял работу. Как мне платить счета, Господь? У меня недостаточно денег, чтобы внести кредит. Псалом, 36, 25 текст. Я был молод и составился, и не видел праведника, оставленным, и потомков его, просящими хлеба. Филиппийцам, 4 глава, 19 текст. Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Кто-то здесь ждет исцеления, физического исцеления. В Иоанна 5 главе у купальни Вефезда был человек, страдавший в немощи 38 лет. Дольше, чем Авраам пришлось ждать. Авраам ждал 25 лет благословения, а этот человек 38 лет. Но появился Иисус и спрашивает этого человека, хочешь ли сделаться здоровым? А что человек ответил? Он начал оправдываться. Мне некому помочь, Господь. Каждый раз, когда я прихожу к купальне, другой спускается прежде меня. Каждый раз, когда я оттянусь за благословением, оно ускользает от меня. Каждый раз, когда я терплю неудачу, меня посещают чувства все бросить. Стих 8. Иисус говорит ему, «Встань, возьми постель твою и ходи». Встань из своей ситуации, возьми постель свою и ходи. И мы видим, что когда Иисус говорит, то так и происходит. Так и должно происходить, когда Иисус говорит. «Но мы должны верить этому Слову, как в Псалме 32, 9 тексте написано. Ибо Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось». Когда Иисус говорит в нашей жизни, и мы верим этому, то так должно произойти. Когда этому человеку были сказаны слова, что произошло? Когда вера ухватилась за слова Иисуса, что произошло? Слово говорит, он тут же встал. Когда это слово говорит о жизни, то смерть отступает. Когда слово говорит о надежде и обетовании, сомнения и отчаяния исчезают. Тело откликнулось на слово верой. Органы ожили. Клеточная ткань и кости были восстановлены. Больше не было бессилия в его жизни. Он тут же выздоровел. Его вера ухватилась за это слово. И то же самое происходит с нами, когда мы держимся за Божье слово верой. Результат этого – жизнь. Смерть исчезает. Темные облака рассеиваются. И в наших сердцах сияет солнце праведности. Кто-то здесь ожидает силы. Господь я слаб физически, умственно, духовно. Исайя, 40 глава, 29 текст. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. И это же глава, 31 текст. А надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы. Потекут и не устанут. Пойдут и не утомятся. Требуется ли для этого вера? Потому что вы надеетесь на то, что что-то произойдет, веруя в того, кто обещал. Тем, кто ожидает исполнения обетований, евреям, 10 глава, 23 текст, говорит. Будем держаться исповедание упования неуклонно, ибо верен обещавший. Без ропота и жалоб, потому что Иисус верен своему обещанию. Филиппийцам, 1 глава, 6 текст. Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. В чем мы должны быть уверены? В том, что Иисус силен сохранить нас до дня Иисуса Христа. Когда мы смотрим на жизнь Авраама, то главное испытание в его жизни было испытание промедлением. Ему пришлось ждать 25 лет исполнения Божьего обетования. От бытия 12 главы, когда ему было 75 лет, до бытия 21 главы, когда ему было 100 лет, у него родился Исаак. Ему пришлось ждать 25 лет исполнения обетования. Что, если Бог не отвечает через день? 25 лет в сравнению с одним днем? Недели? Насколько больше веры нам нужно? Но испытания придут, как было у Авраама. Разве он не прошел заключительное испытание? Он прошел финальный экзамен. И наш финальный тест приближается. Кризис приближается. И мы, подобно Аврааму, должны быть снаряжены, чтобы встретить его. Ученики просили Христа в Евангелии от Луки 17 главе 5 тексте «Умножь в нас веру». Вот что нам нужно. Иисус говорит, что если вера, как сгорчичное зерно, она может и горы переставлять. Нам нечего бояться, потому что он верен тому, что обещал. Нам не надо бояться кризиса, но мы должны приготовиться. Нам нечего бояться, вспоминая, как Господь вел нас в прошлом. Говорит нам сестра Уайт. Нам нечего бояться. Я дам вам еще одно обетование. Откроем Псалом 26. Нам нечего бояться, друзья. Прочитаем с 5 стиха. Даже во время скорби, бедственное время Иакова, Иисус укроет меня с киней своей в день бедствия, скроет меня в потаенном месте селения своего, вознесет меня на скалу. Перевод короля Иакова. Если Иисус – наша скала, то нас не столкнуть. Это невозможно. Но мы должны принимать осознанное решение, доверить себя в руки Христа, что Он удержит нас на этой скале. Мы не можем строить на песке, друзья. Не можем строить на песке, друзья. Откровение 14 глава 12 текст. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и имеющих веру Иисуса. Это стандарт. Чью веру они имеют? Иисуса Христа. Не свою веру. Не самоправедность. Но праведность Иисуса Христа. Праведность Христа. Эта история очень мне близка. Ибо, когда я смотрел на жизнь Авраама, я исследовал себя. С какими испытаниями мне приходилось сталкиваться вновь и вновь. И я порой терпел поражение. Кто из нас может сказать, что мы проходили каждое испытание, которому подвергались? Мы подпадаем в ту же категорию. Но когда мы опираемся на Иисуса, Он поддерживает нас и ставит нас на скалу во время бедственное. Друзья, посмотрите на историю Авраама. Это верный патриарх. Видя его, как он проходит испытания, мы понимаем, почему он отец верующих. Мы понимаем, почему в Бытие 15 главе в 5-6 текстах Бог вменил ему это в праведность. Потому что он усвоил на этих проверочных испытаниях, что только через силу Христа он может выйти победителем. И мы можем обрести ту же силу во Христе в Его обетованиях. Каждое обетование в Библии для нас. Если мы верим Ему, Бог будет действовать ради нас в каждой сфере нашей жизни. Вы верите этому? Если верите, склонитесь со мной и будем молиться. Отец Небесный, мы так благодарны Тебе за Твое слово, которое, несомненно, было пищей для нас сегодня, так как мы размышляли о нашей жизни в сравнении с жизнью Авраама. Мы видим нужду, мы видим, где мы падали, и нам не хватает Твоей славы. Мы благодарны, Иисус, за Твою милость и долготерпение. Мы благодарны Тебе за Твою верность, когда мы были неверны столько раз. Твое слово говорит, что по милости Твоей мы не исчезли. Велика, велика верность Твоя, и мы благодарны за это. Я верю, что Твое слово сегодня действительно найдет место в наших сердцах. Я молю, чтобы Твой Дух Святой ободрил нас, обличил и направил нас на всю истину, ибо Ты есть истина, путь и жизнь. Благослови каждого присутствующего, каждую семью здесь и в онлайне. Люди проходят борьбу, испытания. Господь, но как Твоя Вестница говорила, Иисус наблюдает за каждым испытанием, Он знает, что нужно, чтобы сделать характер совершенным. Стойте и увидите спасение Господня. Я прошу, Господь, чтобы Ты сохранил нас в верности, в смирении. Помоги нам быть послушными, ибо сердце не любит послушание, но это Твой стандарт, это Твое требование, и это предшествует тому, чтобы Ты действовал ради нас. Но не дай нам быть самонадеянными, как Авраам, из-за того, что мы дети Божьи. Но, Отец, дай нам Твой смиренный Дух, направляй и защищай нас на оставшуюся неделю. Я молю, чтобы эти обетования пребывали с каждым святым. Пусть ангелы Твои сопровождают каждого, кто здесь, и тех, кто в онлайне, дорогой Отец. Благослови и сохрани нас верными, дорогой Отец, до пришествия Христа. Христос скоро придет, дорогой Господь. Ты обещал снарядить нас. Помоги нам, дорогой Господь, идти и слышать только Твой голос, только Твой. Мы благодарны, что Ты нас услышал и ответил. Наша молитва во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok